Шесть утра, на улице еще темно и безлюдно. Такое время сотрудники полиции и служащие отдела по вопросам миграции МВД выбрали для внеплановой проверки документов у иностранных граждан неспроста. Ранним утром застать дома можно максимальное количество человек. Место для рейда подсказали жильцы дома. Люди написали коллективную жалобу на хостел, в котором проживает несколько десятков трудовых мигрантов. Они здесь все, буквально вот в этом доме, они здесь все проживают. Мешают вам жить, да? Нам? Ну, радости меньше приносят. Просто очень много курят и здесь распивают пиво. А много их там, много их видели? Сколько примерно людей? Ну, сложно сказать, сколько их там. Не считали. Оказалось, в хостеле действительно проживает около 30 человек. Пока правоохранители собирали для проверки паспорта, документы о регистрации и разрешении на работу в России, мы поговорили с арендаторами койко-мест. Многие уже привыкли к таким проверкам и относятся к ним философски. Спасибо, да. Проверяйте документы. И что, человек от души поехал работать? Ну, приехали. Вот 62 лет у меня. Зачем я приехал сюда? Лишний шаг сделать, что ли? Сейчас как раз 7 часов мы выходим, идем на работу. Вечером в 8 часов, в 9 часов приходим. Немножко покушаем. И лег спать. Ничего. Даже громко разговариваем, что никому не мешали. В этот раз результаты проверки показали. У всех жильцов хостела на Молодежной улице документы оказались в полном порядке. С начала года в Химках провели уже три рейда против нелегальных мигрантов. Мы проверяли законность нахождения жителей других стран, которые прибывают к нам, либо на проживание, либо на работу, на правомерность их нахождения на территории городского округа Химки. Результатами проверки, которая была у нас хостела, хостел законный, 19 человек было у нас доставлено в отделение полиции. Их были документы проверены. И выяснилось, что они находятся на территории секретации законно. В тех случаях, когда документы у иностранцев оказываются поддельными или отсутствуют, правоохранители могут наложить штраф и депортировать незадачливых граждан на родину. В некоторых случаях возможно даже заключение под стражу и запрет въезда в Россию. На сегодняшний день численность иностранцев на территории Российской Федерации составляет около 17 миллионов человек.